Вы слушаете чтение Библии. 19 апреля. Книга «Второзаконие». Третья и четвёртая главы. Глава третья. И обратились мы оттуда, и шли к Вассану, и выступил против нас на войну Ог, царь Вассанский, со всем народом своим, при Ядрее. И сказал мне Господь, не бойся его, ибо я отдам в руку Твою его, и весь народ его, и всю землю его, и Ты поступишь с ним так, как поступил с Сигоном, царём Аморейским, который жил в Есивоне. И предал Господь Бог наш в руки наши Иога, царя Вассанского, и весь народ его. И мы поразили его так, что никого не осталось у него в живых. И взяли мы в то время все города его. Не было города, которого мы не взяли бы у них. Шестьдесят городов, всю область Оргов, царство Ого Вассанского. Все эти города укреплены были высокими стенами, воротами и запорами, кроме городов, не укреплённых весьма многих. И предали мы их заклятию, как поступили с Сигоном, царём Есивонским, предав заклятию всякий город с мужчинами, женщинами и детьми. Но весь скот и захваченные в городах взяли себе в добычу. И взяли мы в то время из руки двух царей Амарейских землю эту, которая по эту сторону Иордана, от потока Арнон до горы Ермон. Сидоняне Ермон называют Сирионом, а Амарей называют его Синиром. Все города на равнине, весь Галаад и весь Вассан до Салхи и Едреи, города царства Ого Вассанского, ибо только Ог, царь Вассанский, оставался из Рефаимов. Одр его, Одр Железный, и теперь в Равве у сынов Омоновых. Длина его девять локтей, а ширина его четыре локтя, локтей мужских. Землю эту взяли мы в то время. Начиная от Араера, который у потока Арнон, и половину горы Галаад с городами ее отдал я колену Рувимову и Гадову, а остаток Галаада и весь Вассан, царство Ога, отдал я половине колена Монассии на всю область Оргов со всем Вассаном. Она называется землей Рефаимов. И Аир, сын Монассии, взял всю область Оргов до пределов Гессурских и Махских и назвал Вассан по имени своему селениями Иаировыми, что и до ныне. Махиру дал я Галаад, а колену Рувимову и Гадову дал от Галаада до потока Арнон землю между потоком и пределом до потока Иавок, предела сынов Омоновых, также равнину и Иордан, который есть и предел, от Киннерефа до моря равнины и моря Соленого при подошве горы Фазги к востоку. И дал я вам в то время повеление, говоря, Господь Бог ваш дал вам землю этого владения. Все, способные к войне, вооружившись, идите впереди братьев ваших сынов Израилевых. Только жены ваши и дети ваши и скот ваш, ибо я знаю, что скота у вас много, пусть останутся в городах ваших, которые я дал вам. Доколе Господь Бог не даст покоя братьям вашим, как вам, и доколе и они не получат во владение землю, которую Господь Бог ваш дает им за Иорданом, тогда возвратитесь каждый в свое владение, которое я дал вам. И Иисусу заповедал я в то время, говоря, Глаза твои видели все, что сделал Господь Бог ваш с двумя царями этими. То же сделает Господь со всеми царствами, которые ты будешь проходить. Не бойтесь их, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас. И молился я Господу в то время, говоря, Владыка Господи, ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и силу Твою, и крепкую руку Твою и высокую мышцу, ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое. Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан. Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня, и сказал мне Господь полно Тебе, впередь не говори мне более об этом. Взойди на вершину Фазги и взгляни глазами Твоими к морю и к северу и к югу и к востоку, и посмотри глазами Твоими, потому что ты не перейдешь за Иордан этот. И дай наставление Иисусу, и укрепи его, и утверди его, ибо он будет предшествовать народу этому, и он разделит им на уделы всю землю, на которую ты посмотришь. И остановились мы на долине, напротив Беффегора. Глава четвертая Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я сегодня научаю вас исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и наследовали ту землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам в наследие. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам сегодня заповедую. Глаза ваши видели все, что сделал Господь Бог наш с Ваалфигором. Всякого человека, последовавшего Ваалфигору, истребил Господь Бог твой из среды тебя, а вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все доныне. Вот, я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех этих постановлениях, скажут, «Только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». Ибо есть ли какой великий народ, к которому Боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон этот, который я предлагаю вам сегодня? «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. И поведай о них сыновьям твоим, и сыновьям сыновей твоих, о том дне, когда ты стоял пред Господом Богом твоим при Хариве в день собрания, и когда сказал Господь мне, собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих. Вы приблизились и стали под горой, а гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак. И говорил Господь к вам на горе из среды огня. Глаз слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз. И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять десяти словья, и написал его на двух каменных скрижалях. И повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею. Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на горе Хариве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе из вояний изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображения какого-либо скота, который на земле, изображения какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображения какого-либо гада, ползающего по земле, изображения какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли. И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, все воинство небесное не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом. А вас взял Господь Бог и вывел вас из печи железной из Египта, дабы вы были народом его удела, как это ныне видно. И Господь Бог прогневался на меня за вас и клялся, что я не перейду за Иордан и не войду в ту добрую землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Я умру в этой земле, не перейдя за Иордан, а вы перейдете и овладеете той доброй землей. Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать тебе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь Бог твой. Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог ревнитель. Если же родятся у тебя сыновья и сыновья у сыновей твоих, и, долго жив на земле, вы развратитесь и сделаете из вояния, изображающее что-либо, и сделаете зло это пред очами Господа Бога вашего, и раздражите его, то призываю в свидетели вам сегодня небо и землю, что скоро потеряете землю, для наследования которой вы переходите за Иордан. Не пробудите много времени на ней, но погибнете. И рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, которым отведет вас Господь. И будете там служить другим богам, сделанным руками человеческими из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят и не обоняют. Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всей душой твоей. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя впоследствии, то обратишься к Господу, Богу твоему, и послушаешь глаза его. Господь, Бог твой, есть Бог благой и милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, которые Он клятвой утвердил им. Ибо спроси у времен прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на земле, и от края неба до края неба, бывало ли что-нибудь такое, как это великое дело, или слыхано ли подобное этому? Слышал ли, какой народ глаз Бога живого, говорящего из среды огня, и остался жив, как слышал ты? Или покушался ли, какой Бог пойти, взять себе народ из среды другого народа казнями, знамениями, и чудесами, и войной, и рукой крепкой, и мышцей высокой, и великими ужасами, как сделал для вас Господь Бог ваш в Египте перед глазами твоими? Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь Бог твой есть Бог, и нет другого, кроме Него. С неба дал Он слышать тебе глаз свой, дабы научить тебя, и на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова Его из среды огня. И так как Он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их после них, то и вывел тебя сам великой силой своей из Египта, чтобы прогнать от лица твоего народы, которые больше и сильнее тебя, и ввести тебя, и дать тебе землю их в удел, как это ныне видно. И так, знай ныне и положи на сердце твое, что Господь Бог твой, есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет другого, кроме Него. И храни постановления Его, и заповеди Его, которые Я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы ты много времени пробыл на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе навсегда. Тогда отделил Моисей три города по эту сторону Иордана, на восток солнца, чтобы убегал туда убийца, который убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему ни вчера, ни третьего дня, и чтобы, убежав в один из этих городов, остался жив. Бецер в пустыне, на равнине в колене Рувимовом, и Ромов в Галааде, в колене Гадовом, и Галан в Васане, в колене Монасиином. Вот закон, который предложил Моисей сынам Израилевым. Вот повеление, постановление и уставы, которые изрек Моисей сынам Израилевым в пустыне, по исшествии их из Египта за Иорданом, на долине против Беффегора, в земле Сигона царя Амарейского, жившего в Есивоне, которого поразил Моисей с сынами Израилевыми, по исшествии их из Египта. И овладели они землей его и землей Ога царя Васанского, двух царей Амарейских, которая за Иорданом, к востоку Солнца, начиная от Араера, который лежит на берегу потока Арнон, до горы Сион, она же Ермон, и всей равниной по эту сторону Иордана, к востоку, до самого моря равнины при подошве Фазги. Для того, чтобы вам приходило каждый день чтение Библии, нажмите «Подписаться», а потом на колокольчик. «Подписаться» и «Подписаться» и «Подписаться» и «Подписаться». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...